Доброе утро, дорогие телезрители, слушатели! Доброе утро, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас сегодня в прямом эфире и хочу представить вам замечательнейшего, уникального человека Станислава Ивановича Волосева, академика, доктора философии, автора методики «Безлогичный метод устранения негативных программ» Осознанной школы практического развития 19 мая И мы вас всех приглашаем на эту презентацию Она пройдет в Музее истории Киева Это улица Богдана Хмельницкого, 27 Будем очень рады вас видеть в 18.00 Станислав Иванович, рассказывайте! Я выпускник Харьковского университета имени Каразина и занимаюсь практической психологией, валиологией Я хорошо понимал ту проблему, которую, в общем-то, хорошо известно психологам, но мало известно обычным людям Проблема заключается в том, что 80% населения Земли живет в стрессе И если это людей как-то волнует, но поступку это касается их Они как-то с этим пытаются бороться, как-то этому противостоять То профессионалы, они очень обеспокоены Вот есть такой известный психолог Ханс Сальет, который говорит, что если ситуацию никак не изменить То в течение 100 лет мы можем иметь цивилизацию шизофреников И дальше все будет неинтересно Поэтому чисто по-человечески возникало такое чувство желания сохранить эту цивилизацию Сохранить людей, помочь людям избавиться от этих проблем Я вот долго раздумывал Я смотрю, что существует тысячи лет всевозможной науки, культуры и так далее Есть техники, которым по тысячу лет, там, йога и так далее Есть современная компьютерная диагностика, есть психология и так далее И все равно это никак не решает эту проблему Я долго-долго думал, что же может помочь Я понял, что помочь могут очень простые инструменты Ну, как, знаете, вот к обеду нужна ложка и вилка Вот такие простые вещи, которые, если человек что-то сам сделал плохо Чтобы он сам мог это плохое исправить У нас как, попадаешь в какую-то ситуацию, ты не знаешь, что делать, ты в растерянности А если есть какие-то инструменты, четкое представление, как это делать То возникает совершенно обоснованное, обдуманное, осознанное, так сказать, противодействие И я начал в этом направлении работать На сегодняшний день, вот, той книжкой, которая будет презентоваться 19 числа, значит, здесь, в Киеве Она содержит 34 таких практических инструмента Причем они настолько доступны, настолько легки в освоении, что их осваивают легко даже трехлетние дети То есть, нету сложности Это правда Да, 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 да Но, вот, получил такой набор инструментов Человек может очень... Что я сталкиваюсь, чем я сталкиваюсь каждый раз Как только человек осваивает инструменты, он говорит «Станиславович, спасибо, у меня теперь как руки развянуты, я теперь знаю, что делать» И когда попадаешь в разные ситуации, ты не знаешь, что делать А здесь, вот, возникает, вот, Катя, ты сама прекрасно знаешь этот инструмент Вот расскажи по этому поводу, как ты вот считаешь, очень рабочие инструменты, очень простые в исполнении, или они сложные? Я считаю, что это самое лучшее и действительно необходимое, что нужно на сегодня каждому современному человеку Эти инструменты имеют такой формат, скажем так, нового образования, нового мышления Потому что у людей накопилось такое количество стрессов внутри претензий ко всему, ко всем К вселенной, к правительству, к людям, к самим себе И люди не справляются на сегодняшний день в таком интенсивном ритме самостоятельно как-то проживать эти стрессы И от этого они просто, как минимум, начинают болеть То, что плохо себя чувствует морально, я уже за это даже не говорю И эти инструменты, это просто гигиена, которая необходима на сегодня каждому человеку Я передвигаю тебя, да я же такую почву У меня недавно был мужчина, которому под 60 лет И он прошел в школу, говорит, Станислав Иванович, вот я сейчас спустя того, как я освоил эту школу, эти инструменты Сижу и думаю, зачем мне нужна была три геометрия, три геометрия Я ни разу в жизни не поменял А были бы эти инструменты у меня, у меня бы совсем другая была бы жизнь Это не потому, что мы так рассказываем, да, потому что мы живем этим Станислав Иванович автор, он уникальный человек Вот, кстати, я недавно смотрела на YouTube видеоролик о Станислав Иванович рожден 31 мая 1945 года Это вот ко дню 9 мая, да, вы снимали Это вот великая... Я знаю, вот этот... То есть вот эта война как бы отсчитывает и мои года То есть, вернее, не война, а победа над войной Победа Мир, да Самое интересное, вот я хочу сказать, мне 74 года, да Вот 31 мая, вот на днях исполнится И у меня полностью задор такого абсолютно молодого человека Мне кажется, знаете, от чего это? Вы представьте, я знаю хорошо свою маму Она умела радоваться букашке, листику и так далее Вы представляете, что такое для нее была победа, а муж был на фронте И она была беременна мною Она, по-видимому, испытала столько радости, вложила столько во меня энергии Что вот эта энергия, она до сих пор заставляет меня жить, работать интенсивно и так далее Ну вот где-то так К кадре биографии Я вообще хочу сказать, значит, что чем еще интересен метод Интересен этот метод, чем? Тем, что он позволяет, значит, самостоятельно находить истоки любых проблем Обычно мы как? Ну вот я вам приведу пример Болит голова, что мы испокон веков знаем А мы уже знаем, какую таблетку наглотнули, головная боль прошла А если использовать метод? То есть есть инструмент поиска истоков любых проблем То есть делаем, ну, полчаса потратим, 40 минут, да? Да Сделаем поиск и увидели, что причиной Причем вы-то работаете сами Я вас это ничего не привношу Это методики, полностью позволяющие работать самостоятельно Я только показываю инструменты И вы говорите, да, я понял, почему у меня болит голова Пять лет я очень сильно испугался с собаки Значит, она выскочила в наморднике Но бросилась на меня, сбила И я был в шоке и так далее, и так далее Вот у меня был реальный случай, да? Теперь смотрите, если у ребенка был сильнейший стресс И сейчас он вырос, развился, постоянные головные боли Типа мигрени, да? То есть стресс, он имеет свойство жить в нашем состоянии Развиваться и давать свои плоды Вот плод, постоянные головные боли Любая болезнь, это плод каких-то стрессов Каких-то переживаний, каких-то воздействий на вас Ну и вот, выпил я головную, то есть таблеточку выпил Головная боль прошла Разве при этом стресс ушел с души? Нет Но если вы точно нашли первую причину И грамотно это убрали А у нас есть весь инструментарий Три-четыре инструмента для того, чтобы все это сделать Все, навсегда головная боль уходит Навсегда И вот так во всем Это не только касается здоровья Не могу выйти замуж, не могу родить детей У меня просто такое поголовное, так сказать, явление Что вот люди приходят Те, которые... А ко мне кто приходит? Приходят те, кто уже во всем разуверивался Допустим, если вы знаете, что такое ЭКО, да? И знаете, сколько оно стоит? Сто тысяч гривен, да? И когда после двух ЭКО Несостоявшаяся мама приходит ко мне Она уже как-то приходит из-за чая Но стоит нам очень точно найти И отработать практически стопроцентный результат Я даже с ужасом смотрю на то, что Медицина может взять и искусственно как-то зародить ребенка Не убрав ту боль Значит, это будет какой удар Какой будет удар по ребенку Как он будет весь скукоженный Пробиться сквозь эти программы А почему обычно теряется ребенок? Где-то пренебрежение к детям Где-то... В душе В душе какая-то программа То есть ничего просто так не бывает То есть всегда есть причинно-следственная связь И вот к теме того, что Когда родился автор этого уникального метода Да, вот я как завершить Вы представляете, какое количество радости Испытали тогда люди И самое интересное Сейчас, когда человек работает с собой И приходят же в основном Хотя у нас разные возрастные центры И 19 лет, и детки есть Детки есть, да, очень маленькие И вот у нас был ретрит И была женщина 82 года Представляете? Вот была и работала И она в таком восторге И она говорит Наконец-то я поняла Как мне простить маму свою Потому что мама была рождена Ну, она как говорит Я продукт той эпохи революции Да, когда некогда было любить Некогда было И когда Станислав Иванович И мама, и вся страна Весь мир испытали радость победы Вот точно так же Как вот образно Я вижу, как испытывают радость люди Потому что они наконец-то Находят причины Каких-то долгоиграющих ситуаций Они наконец-то получают радость Наконец-то получают радость Наконец-то чувствуют себя свободными Поэтому это, знаете, это, наверное, не метод Это все-таки такая программа Нового мышления человека Да, безусловно Я выступал во Львове Проводил школу И там внимательно очень слушали Мою презентацию Вышел какой-то очень Ну, а Львов, он вообще характерен тем Что очень люди набожные Они ходят в церковь Они очень осторожно Относятся к разным новым течениям И он вышел и говорит Станислав Иванович У меня такое ощущение Что вы изобрели Как те постулаты, которые дает Библия Как их припорить реально в жизни Как дойти к ним Да Абсолютно реально, да Действительно Как можно простить Да логикой никак не понятно Метод почему называется безлогичный Нам не надо разбираться в том Кто прав, кто виноват Метод построен так Есть проблема Я вам предлагаю Вот такие, такие Или вот такие инструменты Можно вот так сделать Можно вот так И сделав эту практику Вы получаете абсолютный результат Независимо от того Значит, кто виноват Потому что по большому счету Я так внимательно наблюдаю Множество людей проходит Это только наш ум говорит Это плохо, это хорошо А наша душа Она осваивает и тот, и тот опыт И говорит Это плохо, это хорошо А где истина? А истина где-то посередине Вот такая вот интересная вещь И вот это вот заставляет меня Значит, что... Я вам еще интересную такую историю расскажу Значит, у нас среди этих инструментов Которая меня очень потрясла Я сейчас совершенно недавно произошло Среди этих инструментов Есть инструмент пересмотра отношений С непришедшими в нашу жизнь детьми Это не те дети Которых мы только абортировали А это дети все Которые не пришли Поводом может быть что угодно Допустим Плохое настроение жены Или муж увильнул от своих обязанностей И так далее И вот когда мы работаем Пересмотрим отношения с этими детьми И мы выводим их С такого скукоженного состояния Потому что они не могут воплотиться Они как в шоке Их не пустили Их абортировали Их убрали А душа все это чувствует Она все понимает И как-то в этой группе Взрослых людей Была девочка Которая еще не была замужем И она тоже работала Я не уследил Я-то на направление мое какое Убрать у человека Очень сильное чувство вины Все время вот то что гложет человека Что вот я сделал аборт Или мужчина который посоветовал сделать аборт Это очень тяжелая нагрузка на душу И мы это убираем Помогая неродившимся душам И помогая самому себе Но вот среди этих вот людей Была девочка Которая еще не была замужем И она увидела тех детей Которые придут в ее жизнь Она увидела Что это мальчик и девочка Она узнала их имена Которые ей нравились Она узнала Для чего они придут И она сказала Кровь с носа Что бы ни случилось И я никогда не сделаю аборт И я подумал Бо Эту практику надо бы Для всех старшеклассников Чтобы в будущем Они сразу видели Кто придет А вы знаете какие там бывают Очень сложные вещи Вот Работает Женщина С нерожденным детьми И Видит двух Девочек и мальчиков Но девочки как-то ушли быстро А мальчик долго не уходит И она работает Работает Пытается вот этой техникой Все это компенсировать Как-то А мальчик говорит Маму Как плохо Что ты меня не родила Ведь я должен был бы Докармливать тебя До глубокой старости Ты теперь будешь одна А она есть одна И тут такие слезы Начинаются И вот если бы мы Наперед знали Все это То мы никогда бы Наверное этого не сделали Потому что иногда Сами по себе бьют Я знаю Но это вот такая тема Примеров миллионы Примеров миллионы За эти годы Я в методе Шесть лет И мой путь Тоже был очень трудным Это истинный метод Который приводит Каждого человека К себе К Богу внутри себя К правде внутри себя И помогает принять Каждому человеку Себя Своих родителей Свою судьбу Свою реальность И как-то уже Это все строить Слегко Экологично Гармонично И истинно Поэтому Конечно же Я Ну вот я даже Последнее время Знаете Как Станислав Иванович Придумала Говорю Базовый уровень Вот мы проводим И говорю Это инструменты Косметичка для души Косметичка Косметичка для души Ну да Так и есть Там 10 основных Инструментов Вы если Пройдете Базовый уровень Потом очень легко Владеть Любой ситуацией Вы можете Потом пользоваться Всеми 34-ми Инструментами Хотя казалось бы Мы рассказываем Рассказываем Но метод Научный Метод Про суть метода Их 34 инструмента И рассказать о них Полностью Конечно Невозможно Но Среди них Есть Такие Два Основные Базовые Инструменты Вот почему Они безлоичны Представьте себе Отношения между Дочерью И Родителей Вот я Недавно Столкнулся Я хорошо Понимаю И всегда Говорю Смотрите Как только Вы предъявляете Претензию К родителям Вы начинаете Бить сразу Потому что Вас родило То есть Вы сами Себе Начинаете Убивать То есть Казалось бы Претензии К родителям Не должно быть В априори Но Девочка Очень хорошо Относится К маме И папе Но На каком-то Этапе Папа с мамой Развелись Папа стал Жить отдельно Папа Заболел Стал инвалидом Девочке Жалко Она стала Зная что мама Будет Очень злиться Стала Незаметно Для мамы Заходить К отцу Помогать ему Поддерживать его Деньками Но она узнала Узнала И говорит Я проклинаю тебя Вместе с мамой Вот такая Возникла ситуация Девочка Как бы И невиновна И не хочет Ничего плохого А уже это произошло И что теперь С этим делать Так вот Метод позволяет Без разговора Без выяснения Отношения с мамой Найти удобное место Сесть Закрыть глаза Мысленно поставить Маму И есть инструментарий Хоть пересмотры отношения А если Это на уровне проклятия То как отдать проклятие Вертушкой Вывороткой То есть Извиняюсь Ты уже меня Точнее поправляешь Вывороткой Это такой мощнейший Инструмент Который позволяет Отдать То есть идет работа На уровне энергии Ну смотрите Мы должны хорошо понимать Что у нас два центра сознания Это мозг и душа Мозг работает через логику Он вам пожалуйста Рассказывает причину Следственной связи Он вам построит квартиру Он вам сконструирует Космический корабль А все чувства Лежат в душе И вот смотрите Когда у вас появилось Чувство негодования Ненависти Или претензии к маме А что такое Дочка и мама Значит Если есть претензии Дочки к маме То идет закрытие Самореализации Нет денег И так далее Начинается проблема Вот настолько интересно Все Если у дочки Проблема с отцом То возникает Другая проблема Проблема с будущим мужем С будущим сыном И так далее То есть Украшение То есть надо доводить порядок Тут разговаривать нечего Вот обратитесь к маме Попытайтесь ее убедить Что мам Ну это же мой отец Она говорит Да пошел твой отец Он мне всю жизнь испортил И начнет доказывать А когда вы сели в тишине И понимая Что в основе лежит Очень мощная энергия Человеческая Которая душа нарабатывает И вы эту энергию Смогли полностью нейтрализовать И убрать В течение часа В течение часа Мама потом говорит Ой дочечка Чего-то я на тебя разошел Ну ты правильно Надо же помочь отцу Он же твой отец И меняется вся психика То есть без разговора Без логики То есть метод Почему безлогичный Есть проблема Взял сделал Получил результат Правильно? Эти инструменты Но результата не получили И конечно же с опаской Приходят в новые инструменты Ну что тут? Но как только садятся И начинают Вы знаете Этот инструмент Как тонкие струны души Ты только Ну находишь Дотрагиваешься Там вот Основные программы базовые Какие? Мы все пропитаны Я никому не нужна Я не люблю себя Меня никто не любит Меня бросили Там да У нас Ну потому что 20-й век Даже берем Ту историю Которую мы проживали Это достаточно трудный век Был революция Голодомор Вторая мировая война 90-е Женщина На протяжении Ну этого века даже Она вынуждена была Быть одна Ну очень да Такое долгое время Выкормить детей Вырастить Ну вот И мы пропитаны Генетически Наши бабушки Наши мамы Естественно мы И как только ты Человека Как нас учат По системе Образования Там Жаловаться плохо Быть там слабым Плохо Ненавидеть плохо И мы Ну мы же это все Чувствуем И это такими блоками Лежит в душе А метод Подсознание Да А метод позволяет Достать это И прожить Качественно Правильно Освобождаясь От этого И тем самым Получая внутри Своей души Наконец-то Вот это успокоение И чувство Безопасности А чувство безопасности Нас всегда И ведет К Богу Внутри себя Да Вот к такому Успокоению Мне кажется Что у нас появился вопрос А как выглядят Эти инструменты Мы не ответили Я хочу Немножечко Попытаться Объяснить Вообще-то Вот смотрите Тот пример Которые я привел Постоянные головные боли По типу Меглени Почему возникли Потому что Когда-то В детстве Человек испытал Сильный стресс Связанный с собакой То есть В моем понимании Наше тело Это как экран На который Демонстрируется Фильм Ага Вот Сам киноаппарат Это наша душа Которая Содержит Вот эти все Программы Обиды Стрессы Страх И так далее И очень Очень важно Понять Значит Что Невозможно Изменить Значит Внешнее Да Изображение На теле То есть Невозможно Исправить Само тело Надо Исправлять В душе Как только Вы меняете Что-то в душе Все наружу Сразу же Меняется И это касается Не только тела Это касается Отношений Самореализации И многих Других вопросов Значит И вот Здесь Прелесть Этой Методики В том Что она Имеет Инструменты Поиска Истоков То есть Если У нас Опять-таки Логически Наработан Большой пласт Вот возьмите Лазарева Синельника Который написал Книгу Возлюби Болей свою Значит Если Как они говорят Плохо видишь Значит Что-то Не хочешь Смотреть На что-то Не хочешь Смотреть Болит желудок Что-то Не перевариваешь И они Правы Уже не психологом Надо быть У человека Всю жизнь Этим занимается Прелесть Метода Того Что Есть у вас Какая-то Проблема Вы ее Осознаете И делаете С ней Поиск 30-40 минут И вы абсолютно Точно Видите Где лежит Первопричина Я вам Я вам Приведу Пример Как Как это Работает Значит Я попал Как-то К одному Очень Богатому Бизнесмену Который Была Самая Крутая Яхта Но У этого Человека Начал Бизнес Разваливаться И он Пришел Посмотрел Так На меня Как бы В надежде Что я Ему Помогу Но Прежде Чем Значит Дать Мне Слово Он Начал Высказывать Свое Мнение По поводу Того Почему Сыпется Бизнес Причем Это Очень Крупный Бизнесмен Человек Очень Умелый Очень Умный Очень Начитанный Очень Грамотный И то Что он Рассказал Вызвало У меня Восторг Я просто Слушался Открытым Ртом Насколько Грамотно И красиво Он все Объяснил Вот Все Я В растерянности А что же Мне делать Мне Делать Нечего Он это Сделал Значительно Лучше И умнее Чем Я Я Я Вы знаете У меня Такое Полное Ощущение Что вы Абсолютно Правы Но У нас Есть Такой Инструмент Поиска Истоков Давайте Попробуем Безлогично На это Взглянуть И Когда Мы Глянули На это Безлогично Он Был Просто В шоке И я Был В растерянности Потому Что На самом Деле Все Вот Это Умствование Оно Осталось В стороне А проблема Была Очень Простая До Что Мужчина Это Двигатель А Женщина Это Бензин Если Это Работает В унисон Вместе Тогда Этот Двигатель Вывезет На Самый Большой Гор У него Была Прекрасная Жена Которую Он Любил И Которая Вытянула Его Бизнес На Самый Высокий Уровень Но Когда У него Появилось Совершенно Другие Возможности Какая-то Красавица Завладела Его Начал Сбиваться Я Это Очень Часто Наблюдаю Я Видел Как В суммах У меня Была Девочка Которая Старшего Лейтенанта Вытянула До Генерала Генерал Захотел Молодой И Тут Даже Выгнали С армии Вы Понимаете Как Это Вот Оказалось Где Причина И Причем Это Он Увидел Это Не Я Заставляю Навязываю Мысли Я Был Полностью С И Все Казалось Что Он Прав Но На Самом Деле Когда Мы Это Увидели Он Был Просто В Растерянности И От Этой Правды Невозможно Было Избежать Потому Что Он Знает Что Это Правда Причем Это Очень Хорошо Можно Было Трансформировать То Вернуться К Жене Попросить Прощения Отработать Все Это Не Физически А Работая С С На Уровне Энергии Вот Именно Наличие Этих Энергии И Понимание Работы С этими Энергиями Создают Такие Инструменты Например Как Самоисцеление Вот Смотрите Если В основе Какой-то Болезни Лежит В душе Какая-то Программа Например Стресс Или Обида Я Вам Просто Приведу Сейчас Данные Калифорнийского Университета Которые Исследовали 15 тысяч Раковых Больных Всех Их Если Я Вам Покажу Как Это Грамотно Эту Обиду Убрать Вы Можете Убрать Первую Причину Того Чем Вы Заболели Но Представьте Себе Что Вы Вообще Не Знаете Ничего Никаких Инструментов Вы Просто Знаете Самоисцеление То Вы Понимаете Ну Например Что Ваш Сахарный Диабет Возник В результате Какой-то Программы Обиды Стресса Зависти Страха Который Лежит В душе То Сюда Киноаппарат Трансформирует На ваше тело Фильм Под названием Сахарный Диабет Что Нужно Сделать Нужно Работать Не с Сахарным Диабетом Нужно Работать С этой Программой Но Вы Не знаете Какая Это Программа Но Вы Знаете Что Она Лежит В душе И Вот Смотрите Как Работает Инструмент Самоисцеление Я Обращаюсь Своей Душей И Хочу Забрать На каждом Духе На свое Физическое Тело Из души На тело Всю ту Негативную Программу Которая Создает Мою Болезнь А на выдохе Через сердце Посылаю Взамен Любовь То есть Это Школьная Физика Где-то Седьмого Класса Энергии Не возникают И не И исчезают Они Переходят С одного Вида В другой Если Основой Вашей Болезни Был стресс И вы Вытянули Этот стресс На тело А мы При пересмотре Отношений В университете Было зафиксировано Такое изобретение Интересное Когда вы Забираете Психическую Энергию Души На физическое Тело Тело В течение Трех дней Психическую Энергию Преобразует Негативную Позитивную Физическую И вы Становитесь Здоровее Аура Сильнее То есть Потрясающая Такая возможность Точно то же Самое Что лежит В исповеди Когда вы Искренне Исповедуетесь Не потому что Батюшки заплатили А потому что Вы взяли на себя Вот эту вот Ответственность За этот грех То душа Становится чище Тело здоровее Удивительный Эффект Вот это В основе этих Инструментов Лежат Изумительные Возможности Возможности Нашего тела Если 300 лет назад Представьте себе Носили вериги Били себя Плетями Укращали свою плоть Во имя развития духа То намного Разумнее Забрать из души Весь негативное тело В течение трех дней Немножко вас Перетрясет Но Все Через три дня Глазки засветились Вот Очень интересно Вот это Один из приемов Второй прием Это срезание Негативных программ Вот Очень часто Ну представьте себе Такую ситуацию Вы владеете Инструментом Поиска исток Вы можете Запросто найти Истоки Любой проблем Приходит бабушка Ко мне Которая Два года назад Начинает болеть И болеть Болеть Дороги Рассыпается Сынок Хожу по врачам Ничего не могу Понять И так далее Я говорю Хорошо Делаем поиск Делаем поиск Что она видит Два года назад Приходит домой Муж Пьяный Уже Говорено Переговорено Тысячу раз И она Скажите честно Детские мечты Детские мечты Детские мечты Одна женщина Одна женщина Говорит мне Ей было лет 50 Говорит Исланыч Это какое-то чудо Вы изобрел Где-то 50 лет Мучилась С тем Что боялась Собак Час поработала Все исчезло Это же Надо быть Дуре Такой 50 лет Бояться Собак Я говорю Так это вы Сейчас заявляете Когда вы срезали До этого нужно Там не рассуждаешь Выскочила собака Ты ее боишься Все А когда срезал И вот это чувство Проходит Вот эти инструменты Они такие простые Они работают На уровне энергии Они точно Представляют Как устроен человек Как устроена душа Как устроено Сознание наше И работают С этими Отрицательной энергией Вот вся Современная Психология В основной Ее часть Направлена на то Чтобы перевести Человека с негатив В позитив На уровне ума Да На уровне ума Более того Очень много таких практик Луиза Хейн Позитивное умонастроение Да Этот Академик Сытин Значит Тоже Видели Академика Сытина 90 лет Я красивый Я успешный Такая красная морда Здоровья Работает это То есть Если вы будете Повторять Что я красивый Я успешный Вы будете становиться Красивее и успешнее Никто это не отрицает Но если у вас есть Сильный стресс Вот Или программа Самоуничтожения Она все равно Сделает свое дело Сколько не повторяешь Что ты красивый и успешен Вот И поэтому Наравнее С позитивной психологией Нужно работать С негативными программами Вот То что мы делаем Это в основном Устранение Негативных программ Потому что От них Никак не отделаешься Да Вы будете все время Вот придете Какую-то Бизнес Группу Да Вас будут там Воспитывать Бизнес Тренер Я красивый и успешный Я богатый И так далее И вы начнете Становиться Увереннее И спокойнее На какое-то время На какое-то время Да Но у вас есть программа Допустим Которая приведет вас К раку легких Ну пройдет 10 лет Все равно Через 10 лет Будет рак легких Никуда вы не денетесь Вот пройдете Все это Все это Это А потом Или возьмите Вот Любые операции Которые мы делаем Да Значит Сделали операцию Но первая причина Даже не коснулись А с какой стати Вот это опухоль Или это забыть Или это проблема возникла И я вот Часто выступаю В международных конференциях И иногда Вступаю в полемику Особенно со специалистами Которые От медицины Потому что Медицина Она Эволюционно Как развивалась Ну давайте С древности посмотрим Дикий человек Ранил себе ногу Там женщина Приложила Этому мужчине Листок подорожника Он быстрее зажил И вот это вот Что-то случилось Чем-то компенсировать И вот На этом пути Пошла медицина Да Ну и вот Я выступил На международной конференции И ко мне подошел Врач-академик Я говорю Станислав Ильич Очень внимательно На вас слушал Мне понравилось Как вы рассказываете Но Мне кажется Вы очень легкомысленно Сноситесь здоровым Я говорю Можно вам два вопроса Он говорит Пожалуйста Вы в большом городе живете Да в большом Вы идете по городу Испугались собаки Что с вами будет Ну я же вам и рассказываю И состав крови поменяется И запах тела изменится И потовыделение изменится И начнутся множество проблем И ночью спать плохо будет Я говорю Вы как академик В этом участвовали Как? Зачем участвовать? Это естественный процесс А чужой удивляется Я вам покажу механизм Как срезать этот стресс И мы видим В университете По приборам Как в течение трех дней Меняется все в человеке Меняется состав крови Позитивную сторону Меняется запах тела Позитивную Меняется потовыделение Позитивно То есть Обменные процессы Все меняется То есть Произошел обратный процесс И опять-таки Это естественный процесс Что стресс вогнали Это естественный процесс Получили А вот что убрали Это мы не знаем Не дождались Не доделали Поэтому Вот это имеет Немножечко Вот как бы Современная Медицина Психология Упустила этот аспект И вот сейчас Это Как дополнение Сейчас к этому Очень как раз Все движутся И идут Потому что Мы живем В эпоху нового времени И сейчас Мы живем В ту эпоху В то время Когда мы должны Становиться осознанными И понимать Что любое наше Сегодняшнее действие Создает наше завтра Будущее И вот даже еще Добавлю Так Чуть-чуть Как я рассказываю По поводу Этих всех процессов И говорю Всегда Помните Старую игрушку Матрешку Она стандартная Их пять Это человек Мы сидим Все Друг перед другом Одной матрешкой Физической Это наш ум Это то Что мы получаем При рождении То что нам Рассказала Наша система Образование То что мы люди Видим Понимаем А вот эти чувства О которых говорит Станислав Иванович Программы Они лежат Вот физическая матрешка Вот здесь На других На тонких телах Да Вот Ну образно говоря В душе И если мы не работаем И не убираем Отсюда эти программы На физику Которая трансформирует За три дня Переработает Потом это все Переходит уже сюда В виде какой-то болезни И на сегодняшний день Без осознания Без изменения Своего мышления Дальше Материально Успешно Двигаться Не сможет Ни один человек Это факт Это правда Если раньше мы жили И нам говорили Думай что ты делаешь То сейчас нужно думать Что ты думаешь А думаешь ты то Что чувствуешь Поэтому как ни крути Время нас приводит К тому пониманию Что мы должны заниматься Первопричинами Тех событий Которые мы уже Это следствие Все что мы наблюдаем Во внешнем мире Я хочу сказать Что на сегодняшний день Школа Станислава Ивановича Как ласточка Разлетелась По всей планете Земля Настолько И в Америке И в Греции И в Италии И в Испании В Израиле То есть везде Есть люди В основном Это конечно же Русские наши Которые схватили Успешно И они начинают И они начинают Распространять информацию И люди В восторге И люди чувствуют Что все приходят Ну образно К Богу К Богу К безопасности Внутри себя Поэтому уникальные инструменты О которых не устаешь Говорить Потому что Они дают результаты Я хочу вспомнить У нас есть такие Выездные семинары Которые мы проводим На берегу моря И туда приезжает Очень большое количество людей И однажды Была такая Очень большая группа И только С родителями Приехало 11 детей И мы решили Для детей Сделать абсолютно Бесплатную школу Но и Когда мы начали Работать с этими детками То оказалось Что Дети работают Еще более успешно Чем взрослые Взрослые Еще закомплексованы Начинают думать Сомневаться И так далее Дети берут и работают И получают быстрый результат И когда я увидел Как быстро Вот Вот те импульсы Шершавости Они друг на друга Нападают Ну если они Незнакомые Они Бу-ду-ду А потом Когда Иные эти инструменты И под руководством Преподавателя Они быстро Все это сгладили Как они Сдружились Какой коллектив Потом Значит Предпоследний день Они самостоятельно Подготовили Целый концерт Для взрослых А когда Разъезжались Плакали друг за другом То есть Вот эти инструменты Позволили Настолько им Объединиться Загармонизироваться Убрать эти все Колючки Эти вот Все шершавости Страхи Друг перед другом Знаете Полное Детское сознание Чего там Только нету Вот Обиды Страхи Что-то Их не поняли А тут Есть инструментарий Они быстро С этим Начали работать И я Очень Серьезно Задумался И сейчас Закончил На землю Сейчас поступает Большое количество Света Идут Другие Вибрации Это вот Целая Отдельная Тема Если Если говорить Попроще То На нас Влияют Разные Циклы Мы только Привыкны К чему К суткам К месяцу К году А есть Еще Более Крупный Вод Например Абсолютно Реальный Платонов Вод Это одно Вращение Солнечной Системы Вокруг Центра Галактики И Очень Интересно Он Длится 26 тысяч Лет И наука Говорит Следующее Зима Осень Падение В мир Матери Сознание Цивилизации А весна Лето Восхождение В духе Так вот В декабре 2012 года Началась Весна Платонов Вода Для того Чтобы показать Тебе Насколько Это важно То есть Не показать Тебе Подтвердить Поддержать Тебя Ты это знаешь Оксана Можешь Книжечку Дать Это мы Так Спешили Не опоздать Вот Что Бросили Тебя И вот Закончи Про детей И дети Чувствуют Что та Информация Которая Раньше Нам Была Дана Вообще В школах Она Уже Не несет Правды Скажем Так И дети Все Я не хочу Учиться Мне не Интересно Самое Интересное Вот еще Такая Особенность Катя Меня Вдохновляет Все Время На Новую Новую Значит Вы Понимаете Что Мы Состоим Большую Часть Из Воды И Одна Девает Всю Информацию Зачем Вода Воде Информация Воде Не Нужна Но Так Как Вода Присутствует Во всем Живом Все Живое Если Будет Способна Считать Информацию Из воды Будет Знать Вот здесь Внутри У нас Вся Есть И Вот Действительно Иногда Открываются Такие Удивительные Вещи Через Эти Инструменты Я Хочу Показать Вот Книжечку Сейчас Мы Немножечко Опаздывали В машине Был Затор Мы Сели В метро Приехали Катюша Значит Наша Книжечка Только Подъехала Вот Такая Книжечка Называется Методика Слова Здесь 34 Инструмента Кстати Она Номерная То есть Это каждая Книжечка Уникальная Да Драгоценная Держишь ее В руках Прям хочется Вот так Сделать Эта книжечка Позволяет вам Очень Получить Тот инструмент Знаете Вот Как в селе Украинский Борщ Гарный Этот Вареники Все Ну не маной Ложки Не вилки Ну не будешь Руками Да А когда появляется Ловушка Вилка Тарелка Все Получается Еще К этим Красивым Стравам Еще И Удобная Еда Вот здесь Возможность Инструментария Очень успешно Любые проблемы Решили Есть Стресс Убрали Есть С кем-то Очень плохие Отношения Убрали Есть Непонятное Какое-то явление Нашли Истоки Убрали Первую причину Все поняли Все Реализовали Вот Единственный Путь Который Мне кажется Верным Это Дать эти инструменты Людям Чтобы люди Начали Сами То что они сделали Плохо Сами же И убрали Причем Очень успешно Кстати Очень хорошо Эти методики Гармонируют С религиозной культурой То есть Если делать Некоторые инструменты На фоне молитвы То все Отмечают Особенно Вот я На западе В Львовской области Все говорят Насколько То есть люди Начинают понимать Как молитва работает Да Я тоже Слышала Очень много Что через инструменты Люди Начинают понимать Суть того Что описано В Библиях Что говорит Религия То есть Как это Прийти к Богу Бог это Безопасность И любовь Друзья Мы с вами Приглашаем вас В Киев 19 мая Музей Истории Киева Богдана Хмельницкого 27 Я не знаю Я не знаю Как вы Отнесетесь К тому Что мы Тут с Катей Рассказывали Вам может Понравится Может не понравится Но это никакого Отношения К инструментам Не имеет Если вы Сделаете Завтра Я уже У вас Увижу Глазки У вас Полностью Изменятся В вас Глазки Заблестят Сразу Вот это Прелесть Вся То Когда вы Это Делаете А когда Мы разговариваем Ну мы Вынуждены Разговаривать Потому что Нам нужно было Представить Это мероприятие А когда Вы Понимаете Куда пришли И начинаете Делать Вот тогда Происходит Настоящее Извинение А пока Это Просто Разговор Друзья С вами был Академик Замечательный человек Уникальный Настоящий Специалист От души Своего дела Станислав Иванович А я хочу Тоже Тебя Так А Катя Является Значит Обладателем Звания Одна из Ста Лучших Киевлянок Да Ну Как это Называется Ну Вошли в рейтинг 100 успешных Женщин Киева О Давайте Я тебе Паплодирую Спасибо Спасибо тебе Большое Друзья Ждем вас Всех Всем пока Были очень рады Сегодня быть с вами До встречи До встречи До свидания